Всем привет, это Лиза Краснова и сегодня вместе с вами я хотела бы заглянуть в мою бездонную корзинку пустых банок. Если вам интересно узнать, что же здесь у меня внутри, продолжайте смотреть это видео. А еще сегодня мой потрясающий макияж глаз, от которого я в полном восторге и надеюсь, что вы тоже, сделан самой дешевой в мире палеткой для глаз. И я делала целый обзор с этой палеткой, так что если вам интересно узнать, что это за цветастая красавица, то переходите по ссылке в описании. Ну, знаете, если палетка стоит 7 долларов, то можно ей и это простить. Сразу хочу напомнить вам подписаться на мой канал, если вы один из тех, кто постоянно смотрит мои видео без подписки. А если вы новичок, то добро пожаловать, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления обо всех моих новых видео. И второй важный нюанс, это не пятно на моем свитере. В прошлый раз, когда я снимала видео в этом свитере, очень много комментариев было о том, что фу, как ты могла в грязном свитере сесть снимать видео. Так вот, товарищи, это логотип. Разве бывают голубые пятна? Ну от чего же? Наверное, только от крови аватара, и то не уверена. Ну, в общем, это вся супер полезная и важная информация, которой я хотела вас снабдить, поэтому сейчас буду рассказывать о пустых банках. Первое средство, которое я хотела бы вам показать, это ополаскиватель для рта с сайта iHerb. Я в одном из прошлых видео о пустых банках показывала вам средство от Desert Essence, оно было просто ужасное, вообще такое... Потом я начала пробовать все другие продукты, и вот после того, как пробовала этот, больше ему не изменяло. Это средство называется Perio Bright, я уже сейчас купила вторую баночку, я пользуюсь этим продуктом утром и вечером. Тут, кстати, написано, что эта штука содержит конзин Q10 и фолиевую кислоту. Я не знаю, зачем это нужно, как это помогает зубам, если вдруг вы учитесь на медицинском на донтиста, пожалуйста, расскажите мне об этом. Но вообще эта штука классно освежает, она довольно ядреная. Она, конечно, не такая ядреная, как листерин, например, но при этом она хорошо освежает, и на утро все равно отстается ощущение чистоты такой. Возможно, это как раз из-за того, что это средство убивает бактерии, они не развиваются в полости вашего рта, и утром у вас свежее дыхание, они как будто у вас там котики нагадили. Но, тем не менее, очень классная штучка, могу советовать, но знаете, что она действительно кусючая такая, вот она щиплет язык, и иногда, если совсем уж тяжко, я могу немножечко разбавить его с водой. Соответственно, которое я вообще вам не советую, в принципе, зря потраченные деньги, крем для бритья от EOS, вообще я, в принципе, не люблю EOS, и в который раз уже утвердилась в своей нелюбви к этой марке. Написано, что эта штука на 24 часа дает глубокое увлажнение вашей коже. Come on. Ваши ноги начинают превращаться в папирус уже через 10 минут после того, как вы вышли из ванны. Я не знаю, сушит ли она, но уж точно не увлажняет. У меня нормальная кожа на теле, не сухая, и ну после этого средство прям неприятно. Еще оно из-за того, что это крем, просто забивается в бритву. Короче, я думаю, вы поняли, что эта вещь меня просто разочаровала максимально, и вот она, здесь ее еще вот столько я вижу, но при этом вот эта попа уже его не выдавливает. А вот средство, которое мне безумно понравилось, это лосьон для тела от бренда Вилета. Этот у меня с гранатиком, я вам в прошлых пустых банках показывала с чем-то еще, а, с миндалем, и говорила, что пользуюсь сейчас гранатом. Так вот сейчас я вам показываю гранатовый, а там у меня в ванной уже стоит цитрусовый, который я, наверное, вам в следующих пустых банках покажу. Он реально подтягивает, вы его наносите, и через минутки 3-5 у вас такое чувство, что вы надели колготы. Я не думаю, что это какое-то долгоиграющее действие, но кожа, оно хорошо увлажняет, к нему не липнет одежда. Вот этот запах, он такой тоже немного цитрусовый, но вот прям похож на настоящий гранатовый аромат. Вот те, кто спрашивает, как заказывать за хёб, они теперь поменяли как-то по дебильному свою систему доставки. И если раньше от 60 долларов был заказ вообще бесплатный, то сейчас они начинают как-то на... Вот, допустим, если я заказываю вот такую штуку, которая много весит, они добавляют на нее какую-то стоимость, типа 68 центов или что-то такое за доставку. И с одной стороны, ты как бы вот набираешь там корзину на 100-150 долларов, потому что я обычно, если покупаю, то так уж наверняка. И они тебе добавляют потом еще стоимость какой-то доставки, и это так неприятно. Поэтому я такую штуку выяснила. На iHerb есть средства, которые помечены иконочкой эконом-доставка. Так вот, если вы в корзину добавляете что-то тяжелое, и вам добавляется стоимость за доставку, вы добавляете что-то не тяжелое и максимально экономичное из того раздела эконом-доставка. Там много всего, например, все средства корейских марок входят в эту категорию. И я очень часто, вот если я беру что-то тяжелое, например, вот когда я заказываю вот такую штуку, потом крем для тела и все остальное, оно реально весит. Я всегда оставляю себе дополнительный какой-то люфт в деньгах и заказываю какие-то маленькие вот такие штуки. Например, могу посоветовать вам вот эти маски. Они выглядят как тканевые, то есть вы их наклеиваете на лицо, но они созданы из 100% ферментированного кокосового геля, и они очень плотные, они такие как желешка. То есть это не тканевая мягкая маска, а такая вы прям можете так выложить и так приклеить мощно эту маску. У меня здесь две. Одна балансирующая для проблемной жирной кожи или кожи с покраснениями, а другая увлажняющая для сухой и, в общем, потрепанной жизнью. Увлажняют они обе хорошо. Я, в принципе, довольна результатом, и особенно учитывая, что эта маска стоит 2,5, если мне не изменяет память, доллара, она уже дает вам хороший эффект, то есть вы получаете маску, получаете бесплатную доставку. Но всегда, пожалуйста, теперь на iHerb, к сожалению, нужно, как говорится, поиграться со шрифтами, поиграться с корзиной, что-то подобавлять, что-то поотбавлять и посмотреть, что у вас получится. Если у вас есть проблема с тем, что вы заказываете что-то тяжелое и получается большая сумма доставки, обратите внимание на вот этих малышей, они могут помочь в экономии. Но если вы набираете что-то более 5 килограмм, то вам уже придется платить за доставку DHL, потому что не дать не взять. Я говорю сейчас только про Украину, я не знаю, какие правила в России и других странах. Моя любимка, видно, да, как я его прям залюбила, это крем для рук от Evroche с Арникой. Я так его люблю, и это увлажняющий, их есть несколько разных. Вообще все средства Evroche с Арникой для рук мне очень нравятся. Если ваши руки сухие или часто страдают от сухости, сыпок вот зимой и всего остального, обратите внимание на кремы для рук с Арникой, они очень хорошо восстанавливают, и вообще у Evroche просто супер удачная серия средств по уходу за руками. Это увлажняющий крем для рук длительного действия, и вот действительно вы его наносите на руки, и прям вы ощущаете, как они становятся новенькими. Теперь я хочу показать вам два чая с сайта iHerb. Вот этот от Numi, это органический чай с Honey Bush, типа медовый ройбуш, я не знаю, как правильно это называется. Вкусненько пахнет, он вкусненький на вкус, и он без кофеина, поэтому можно, в принципе, перед сном его выпивать и не знаю, литрами, потому что обычно меня пробивает вечером чай, и если я напью из какого-то, не дай бог, еще зеленого чая, то вообще потом будет штырить и колбасить, еще неделю не уснешь. Белый чай, но другого бренда, он вообще очень легкий, вот когда вы его завариваете в чашке, такое впечатление, как будто там просто ничего нет, там такая едва желтоватая вода, почти никакого эффекта. Но он очень такой свежий, если вы любите просто легкий чай, иногда я просто даже пью кипяток с вареньем. И вот если хочется что-то выпить горяченького, но не хочется заваривать крепкий чай, то вот этот вот может вам понравиться, он довольно прикольный, у него приятный такой аромат. Конечно, это такой чайный любитель, но тем не менее. У нас прям сегодня какая-то съедобная корзина iHerb. Вот это вот кинуа, такая потрясающая, я не показывала видео про свою любимую еду с сайта iHerb, если вы видели, ссылку оставлю на него внизу, кстати, и на видео с косметикой с сайта iHerb любимой. Так вот, вот эта кинуа просто такая вкусная. Мы ее покупали, когда она еще была в старом дизайне, сейчас она вот в таком. Ее, кстати, кладалось, она даже добавлять в салат. Когда вот она, вы ее готовите, она остывает и в салат добавляете, и очень классно получается. Еще из моего любимого, моя потрясающая малышка тушь от L'Oreal, называется Soul Couture. Я не знаю, сколько хвалебных от я испела, это действительно самая лучшая тушь. Сейчас она закончилась, я грушу, тестирую новые. Но вот, ну, не одна, не такая милая для меня, как эта. И я покупаю ее снова и снова. Кажется, ее запустили в 2013 году. И вот с тех пор, что бы ни происходило, я всегда возвращаюсь к ней. И вот показываю ее довольно часто в пустых банках. Просто учитывая, что у меня много других тушей, я их тестирую, пользуюсь, смотрю. Но ни одна, не такая хорошая, как эта. Самая потрясающая тушь. Делает огромные, красивые, пушистые ресницы. У нее такая резиновая щеточка, но при этом она не колючая. У нее короткие щетинки. И она идеально все прокрашивает от корня. Она термоустойчивая. То есть от слезок и снежка она не течет, но при этом смывается горяченькой водой. Замечательная тушь. Еще и вкусный пахт. Кстати, я тут узнала. Недавно мне написала подписчица, что нашу любимую тушь соу-кутюр снимают с производства. Я, в общем, в истерике думаю, сейчас куплю себе ящик, потому что это невозможно будет пережить. Оказалось, слава богу, что с продажи снимают соу-кутюр, подводку из этой же серии, которая, кстати, тоже очень хорошая. Но, возможно, не пользуется спросом, потому что я ее так часто не показываю. Но эта тушь, слава богу, остается. Так что, кто переживал, тушь это с нами. Обожаю ее, люблю. И, пожалуйста, не перепутайте ее с тушью Фаталь, которая тоже в таком очень похожем фиолетовом футляре, но я люблю именно эту. Из моих тоже очередных любимок очень мне нравились вот эти духи. Lancome. Lanouille Tresor. Они такие вкусные, они такие вечерние, роскошные. Он не такой тошнотворный, кстати, как L'Aveille Bell. Он такой что-то из разряда между Tresor классическим и, мне кажется, Black Opium. Вот что-то в них есть такое общее. Он такой вкусный, такой карамельный, пралине, что-то в нем такое особенное есть. Очень его люблю. У меня было таких два флакона. Замечательный аромат. Очень его люблю. И я бы с удовольствием повторила его. Также у меня закончилась тушь от Kiko. Я ее показывала вам в обзоре Kiko. К сожалению, у нас в Украине эта марка не представлена. Это была такая фиолетовая тушь. Она давала красивые реснички. Она была не водостойкая, не влагоустойчивая. И сразу же текла от любого дождя и всего чего угодно. Но она давала очень хороший эффект. Вот если вы не любитель стойких тушей и не боитесь дождя, обратите внимание, мне очень понравилась эта тушь. И вот этот оттенок 05 супер красивый. Насколько я знаю, это постоянная линейка. И они там есть еще в нескольких других цветах. Вообще мне нравятся цветные туши тем, что вот именно такие глубокие, насыщенные. Когда ты красишь ими глаза, у тебя нет эффекта того, что у тебя там синий или зеленый или с фиолетовой ресницы. Это видно только при супер ярком освещении, либо же вот в какой-то супер солнечный день. А так у тебя как будто просто темные черные ресницы, как всегда. Но с изюминкой. Еще мне очень понравились салфетки для снятия макияжа от KIKO. Я взяла всего 10 штук на пробу. И они были действительно хорошие. Вот одно, что мне не нравилось, ими все-таки, вот не люблю я салфетками смывать макияж именно с глаз. Но что касается тонального крема, они смывали его просто до чиста. Я смывала им всякие свочи. Короче, салфетки классные. Они с глаз нормально все смывали. Они так хорошо пропитаны, они не раздражали глаза. Но вот просто мне не нравится вот этот сам процесс снятия макияжа с глаз именно салфетками. Они, кстати, растворяли та же мою термоустойчивую тушь. Тут написано, что они для водостойкого макияжа. И я, конечно, не проверяла на 100% для водостойкого ли, но и для термоустойчивого так точно. И это были все пустые банки, которые я хотела вам показать. Спасибо вам огромное за просмотр. Я поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Желаю вам только прекрасных пустых банок. А лучше пусть ваши банки никогда не заканчиваются и всегда, как скатерть самобранка, выполняются вновь. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok